Детская программа «Тема в деталях» 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 То есть можно сказать так, что два разных ребёнка, имеющие, например, одинаковые, скажем так, характеристики, по которым могли бы их травить, более слабый ребёнок, более восприимчивый, станет жертвой агрессии. А второй, не обращая внимания, может наоборот, ну скажем так, не обращать внимания и всё, и на этом всё закончится. Совершенно верно. И тогда к нему теряет интерес агрессор. То есть самое главное, что жертва своим поведением каким-то поддерживает интерес агрессора к психологическому и физическому насилию. Если остановиться вот именно на взаимодействиях в детском коллективе, когда одни дети травят других, проявляют насилие по отношению к другим детям, то какую роль в этом играют взрослые? Вообще, в принципе, как вести себя взрослому, как вести себя учителю в школе, чтобы остановить агрессию? Ну, я бы сказала, что взрослые имеют отношение ко всему, что происходит с детьми, в том числе и в школе. То есть дети наши приходят в школу для того, чтобы получать образование, для того, чтобы учиться. В школе их объединяют в некие условные группы, классы. То есть здесь не учитывается желание ребёнка, его интересы, с кем он имеет более близкие отношения. Он попадает в некий коллектив, где ему нужно строить отношения. Не всегда дети знают и могут это делать сами. Важно помнить о том, что есть люди взрослые в школе, это педагоги, это люди со специальным образованием, которые учились не только нести разумное, доброе, вечное, но учились общаться с разными детьми, с детьми с разными особенностями характера, с разным поведением. И педагоги в школе – это именно те люди, которые задают правила поведения в школе. Ведь не всегда можно научить чего-то ребёнку, читая ему книгу или давая какие-то конкретные специализированные знания. Важно помнить о том, что мы ещё учим своих детей собственным примером, собственным опытом, своей личностью, наверное. Поэтому хотелось бы, чтобы мы были внимательны к детям, не только родители, но и педагоги в школе. Вот если педагог, например, стал свидетелем того, что одни дети травят другого ребёнка, например, как ему поступить? Это нужно как-то личную беседу провести, либо перед всем классом проговорить эту проблему вслух. Вот что делать? Здесь важно понимать, что такое проблема травли. Часто её путают с какой-то нелюбовью между детьми, или отсутствием симпатии, или банальными конфликтами. Конфликты бывают у многих детей в школе. Сегодня один мальчик толкнул другого, завтра второй мальчик толкнул первого. Они немножко потолкались, послезавтра они опять дружат. То есть они взаимодействовали с одинаковой силой. Один ударил, второй ударил. Есть, в принципе, такое понятие, как нелюбовь, несимпатия между детьми. Это когда, да, ребёнок один мало симпатичен всем остальным членам коллектива, с ним никто не общается, ну, либо там единичные люди. Но он находится в безопасности, ему ничего не угрожает в этом коллективе, просто ему одиноко. А есть понятие травли. Вот травли я бы расценивала как болезнь всего коллектива. Здесь есть три стороны взаимодействующие. Это агрессор, жертва и свидетели. Да, и все они участвуют в этом процессе, и все они страдают в разной степени, да, участвуя в этом процессе. Поэтому, когда учитель увидел, что что-то происходит, кто-то кого-то травит, работать нужно со всем коллективом. Нужно не бояться этого слова, нужно объявить детям, что да, у нас болезнь, наш коллектив болеет. Поэтому лечиться, справляться с этой болезнью мы тоже будем сейчас вместе. Может ли учитель наоборот, даже не осознавая сам, неосторожным словом, либо как-то спровоцировать, скажем так, психологическое насилие в отношении кого-то из детей в классе? Ну, я думаю, что может. Сама наша школа, она построена на оценочном подходе. Наши дети получают отметки, оценки. Таким образом, быстро приклеивается, да, определенный штамп к каждому ребенку. Кто-то отличник, кто-то двоечник, кто-то тянет весь класс назад, да, а кто-то, наоборот, такой умный, что все за ним другие не поспевают. И любое слово, сказанное учителем, оно очень веско в детской среде, потому что учитель все-таки авторитетная фигура. И любые оценки, любые штампы, они быстро приклеиваются к детям, и это дает повод использовать кого-то как жертву. Ну, ведь, скажем так, первый человек, который должен встать на защиту своего ребенка, это родитель. Но если, допустим, физическое насилие, оно заметно, мы уже об этом и говорили, то психологическое насилие – это всегда скрытое насилие. Как родителю понять, что его ребенок в школе является жертвой травли, жертвой психологического насилия? Ну, не все дети хотят рассказать об этом родителям. Особенно подросткам. Особенно подросткам, да, чем старше становится ребенок, тем он тяжелее будет сообщать о том, что с ним что-то происходит. Ну, что можно сказать? Здесь нужно проявить особое внимание родителям, быть в постоянном контакте с детьми. Хотелось бы, конечно, сказать, чтобы этот контакт не прерывался с детского возраста, тогда он будет более близким в подростковом возрасте. Но нужно обращать внимание на то, с желанием ли идет ваш ребенок в школу, с каким настроением, охотно ли он туда собирается. Ну, понятно, что многие дети идут неохотно, но насколько это выражено, да, какие приводит ребенок доводы при этом, почему я не хочу, использует ли он любую возможность, чтобы не пойти в школу, вплоть до того, что симулирует заболевания какие-то. А как ребенок возвращается со школы, да, ну, как вы сказали, в порядке ли его вещи, в каком настроении, хочет ли он говорить с родителями о школе. То есть какое-то время, конечно, родители должны посвятить тому, чтобы получить информацию, задавая вопросы. Как он провел свой день, общается ли он с одноклассниками, хочет ли он говорить об одноклассниках, зовет ли он кого-то к себе в гости из одноклассников. Либо наоборот, входит ли в гости к кому-то. Либо наоборот, да, принимаем ли он другими детьми в своем классе. Ну и, конечно, обратить внимание на состояние здоровья, на такие проявления, как раздражительность, плаксивость, нарушение сна в виде бессонницы или тревожный сон по ночам. Какие-то проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, тошнота, боли в животе, нарушение работы кишечника. То есть мы уже сейчас говорим о психосоматике практически, да? Да, мы можем говорить о психосоматике. Как действовать родителю в такой ситуации? И чем эта ситуация может закончиться, если родители останутся безучастными к происходящему? Ну, родители, я бы хотела сказать, не имеют права оставаться безучастными в такой ситуации, если они уже имеют какую-то информацию о том, что что-то происходит. Игнорировать ни в коем случае нельзя. Родитель, ближайший человек, это оплот безопасности своего ребенка, это его опора на всю жизнь. Поэтому он, конечно, должен здесь проявить всё своё внимание. В первую очередь, конечно, поддержать ребёнка, да? Сказать спасибо, что ты со мной поделился, спасибо, что ты мне рассказал о том, что происходит. Ты сейчас не один, то есть мы будем вместе справляться с этой проблемой, правильно, что ты сделал. Я верю, что ты не виноват в этой ситуации. И мы вместе разберёмся, да? С тобой ты не одинок, так происходит с многими детьми, мы будем вместе разбираться. А нужно ли убирать этот травмирующий фактор, переводить в другой класс, в другую школу в идеале, наверное? Ну, если прям ситуация какая-то острая, можно ребёнку позволить даже там день-два не ходить в школу, далее обратиться к педагогу, к классному руководителю, к психологу школьному, и разбираться в этой ситуации, смотреть, конечно, конкретно каждую ситуацию. Ну, рано или поздно, скажем, любая взрывоопасная такая ситуация прорывается. В принципе, может ли многолетняя травля стать причиной того, что ребёнок сам становится агрессором, берёт в руки оружие, либо наоборот, может ли это подвести к суициду? Конечно, когда человек длительное время находится в состоянии вот такого прессинга, эмоционального напряжения, когда он каждый день испытывает на себе эти нагрузки, человека можно сравнить с такой сжимающейся пружиной, да? Но пружина ведь сжимается до определённого предела, и дальше она должна пойти… Либо рождаться, либо уход. Да. То есть здесь будет реакция зависеть от того, от личностных каких-то характеристик, качеств самого ребёнка. Кто-то будет реагировать с какими-то глубочайшими депрессивными расстройствами, тревожными расстройствами, вплоть до суицидальных каких-то поступков. А кто-то будет проявлять агрессию в отношении жертвы. Можно ли научить ребёнка противостоять этой агрессии? Вот буквально у нас не более минуты. Как научить ребёнка противостоять вот этому? Ребёнку нужно объяснять, что то, что с тобой происходит, ну, касаемо психологической агрессии, да, это всего лишь чьи-то слова, это мнение одного человека. Разве они могут тебя изменить? Ты ведь такой, как был, такой и остался. Но тогда, когда ты поверишь в то, что ты такой, как про тебя говорят, вот тогда действительно начнутся проблемы у тебя. На самом деле проблемы должны быть у агрессора, потому что это у него агрессивное поведение, он плохо для себя делает какие-то вещи. Ясно. Спасибо за участие в программе. К сожалению, наше время стекло. Напоминаю, это была программа «Тема в деталях». Посмотрите нас на телеканале «Беларусь-4», а также на сайте tvgrodno.by. В студии работала Наталья Залезкая. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова